Мы продолжаем с помощью Всевышнего короткий комментарий к Даф Йоми. И сегодняшний урок будет по страницам 89 и 90 Доктата Эрувин. Это Даф Йоми, Пятница и Субботы. Я расскажу только парочку достаточно простых вещей. У меня нету здесь никакого очень интересного хидуша или какой-то важной очень галахи. Но тему, которую мы начинаем в этом перике, это новый перик, я уже говорил, девятый перик, Коль Гагот Хаир. Здесь в Мишне упоминают три разных мнения насчет всяких мест, которые не как дом, а как бы менее используемые места, и поэтому там определенно есть мягкости. А именно они упоминают здесь три вида мест. Одно это крыши домов, одно это дворы, и одно это то, что называется карфов, да, карфифот. Это были такие пустыри окруженные обычно с задней стороны дома, например, да, что-то, что не окружено специально, чтобы там, да, можно было носить внутри. Это называлось, если оно определенного размера, карфов, шилог, укаф, лидера. А бывало, что карфов окружен, чтобы можно было внутри носить. Так вот, в случаях, когда можно носить в самих вот этих вот мало как бы используемых местах, да, на самой крыше или на самом, или в самом дворе, или в самом карфифе, можно ли носить из одного в другой, когда нет общего эйрува. Так вот, здесь приводятся три мнения, у нас Аллаха следует самому мягкому из них, а именно Раби Шимон, это Раби Шимон Бар Юхай, да, Стам Раби Шимон в Мишне, это Раби Шимон Бар Юхай. Здесь приводится мнение Раби Мера, мнение каких-то хахамин, то есть, видимо, большинства мудрецов, и тем не менее, Аллаха не как большинство в этом, а как самое мягкое мнение, Раби Шимон Бар Юхай. А именно его мнение, я уже говорил в другом месте, состоит в том, что все эти три вида мест, они все как один большой решут. То есть, вот такая большая мягкость, что даже сейеров никакой не сделан, если в самих этих местах можно носить, то и между ними можно носить. Да, обычно на крыше можно носить, в большинстве случаев, то, как построена крыша дома, на ней можно носить, она решут аяхид. Так тогда можно носить из крыши на крышу, да, если между моим домом и вашим нет никакого айрова, то есть, владения не перемешаны. Поэтому, получается, есть способы переносить что-то, что было во дворе, допустим, у человека мяч во дворе, и они, дети, например, стали играть в мяч в шаббат, и мяч вылетел в чужой двор. То можно попросить, чтобы те кинули этот мяч назад. Но это все при условии, что эти вещи были во дворе, или на крыше, или в этом карфефе, который окружен нужным образом, чтобы можно было там носить, что все эти вещи там были еще с начала субботы. Понимаете? Если, например, я в сам шаббат что-то вынес во двор, то уже это я не могу в чужой двор нести, если нет общего айрова. Поэтому эта мягкость только, получается, помогает в вещах, которые и так лежат во дворе. Видимо, считает Раби Шимон, что все эти места, так как там и так не так много вещей, и поэтому не нужно быть слишком строгим, чтобы требовался айров для вот всех этих решует. Все эти три вида решует, это все один большой решут, это все одно, да, неважно, кто этим владеет. И так вот у нас следует халаха. Я уже говорил, что в случае айровов вообще часто в законах айровин халаха следует мягкому мнению. Даже, вот получается, в данном случае Раби Шимон, он один против многих мудрецов, и все равно халаха как он. Есть даже история в другом месте, в Талмуде, где Рэби, Рэби учился в том числе от Раби Шимона. Вот Рэби, который автор Мишны, он учился от своего отца в основном, немножко от Раби Шимона, немножко от других айровинов. Многие из учеников Раби Акивы в той или иной степени Рэби от них учился. Но, во всяком случае, один из основных его учителей был как раз Раби Шимон Бар-Юхай. И вот он рассказывает, как они в свое время именно так переносили вещи. С крыши на крышу, со двора в двор, да, если нужно было куда-то дойти, например, до воды, да, и хотели взять с собой масло. То прямо в субботу они все это могли делать, даже если ее его нету. Но это, как я уже подчеркивал, это в местах, где сами места не окружены так, что там можно носить. Понятно, что это не помогает для наших улиц. То есть обычные улицы в наших городах, если не сделать суратопетах, а в каких-то городах и суратопетах не помогает, как я уже рассказывал, да, если не сделать, чтобы не окружить город стеной и не закрывать ворота в нем, то ничего другое не поможет в определенных городах. Поэтому все, что мы обсуждаем, это было в основном мягкости, которые больше относились к их временам, то, как у них строили часто, да, было много очень дворов, которые сами по себе, каждый двор был окружен стенами. И вопрос был только в том, можно ли из одного двора в другой что-то перенести. И у нас это бывает на отдельных блоках. Вот, например, то, как я живу, да, мой дом прямо находится вплотную между двумя другими домами. Все дома идут подряд. И у нас у всех есть дворы сзади. Так вот, получается, даже если мы никакой эйрув не сделаем, мы можем что-то передавать друг другу, что было во дворе с начала субботы. Ну, это, опять же, сколько вещей у человека во дворе еще до начала субботы. Это редкость. Но если ты хочешь передавать что-то из дома, да, ты хочешь, чтобы... Или внести в их дом, да, что-то взять со своего двора, передать в их двор, чтобы они могли этим пользоваться в их доме, то это уже нужно делать эйрув во всех таких местах. А следующая страница, в том числе, я хотел упомянуть интересный один диспут между Равом и Шмуэлем на странице 90. И вот само по себе поведение Шмуэля тоже показательно, как наши мудрецы друг друга уважали. Я же говорил, что Рав и Шмуэль были величайшими мудрецами своего поколения в Бавилонии. Чуть младше их был их коллега Раби Йохана на земле Израиля. Он был, наверное, самым главным из всех мудрецов того поколения. Но вот в Бавилонии самые великие мудрецы были Рав и Шмуэль. Я уже рассказывал в другом месте, что халаха обычно следует Шмуэлю в законах бизнеса. Он был большим специалистом именно в Хошемешпад в вопросах, в вопросах суда. А все остальные халахи обычно, халаха следует Раву. Так вот здесь есть такая история. Они спорят насчет того, если большой корабль. Считается, что бортики корабля, они тоже как мехицы, которые окружают его специально, чтобы носить внутри. Поэтому даже если у корабля площадь большая, можно внутри него носить. Или мы говорим, что это вот как такой карфеф, опять же, как какое-то место, которое окружено не для ношения внутри. Что в основном бортики корабля, чтобы не попадала вода внутрь. Поэтому они не как мехицы, и поэтому если корабль большой, то внутри него нельзя носить. В субботу. И здесь Рав Мягак, а Шмуль строг. И вот рассказывается такая история наверху страницы Цадии Амудбет, на второй стороне. Говорится, что спросили у Шмуля, как следует халаха, как твое мнение или как мнение Рава? И он ответил, что халаха следует как мнение Равы. Да, удивительно. То есть, получается, он считал, что нужно быть строгим, но знал, что халаха следует не его мнению. Как вообще такое может быть? Что значит, халаха не следует его мнению? А почему он тогда так считал? Но халаха часто определяется обычаем еврейского народа. Так здесь подчеркивает, я вам уже цитировал иногда эту книгу, Рав Бройн такой, Браун. Шаарим хамитсуяним бе-галаха. У него есть к Сикицу Шухонаруху комментарий, а есть с таким же названием комментарий к Талмуду. И вот он пишет, как такое может быть, да, что его спрашивают, как следует халаха, он считает более строго, и при этом говорит, что халаха следует более мягкому мнению. Вот он и делал, что он знал, что уже в его поколении принято было следовать Раву в этих законах. Поэтому, когда его спросили, как идет халаха, он сказал, что халаха не идет, как я. Я считаю, что нужно быть строгим, но халаха, так или иначе, да, принято следовать мнению Рава. Вот такой интересный ответ, и поучительный, да, что человек мог сам признать, что халаха, да, в результате обучения Рава не стал, как мое мнение. К сожалению, да, признаю, что халаха не следует моему мнению, а следует мнению Равы. И на этом мы на сегодня закончим. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк.